На протяжении года Ульяновской областью управляет Алексей Русских. Заметили ли перемены ульяновцы и есть ли у них пожелания к региональной власти? Спросим у прохожих. Честно сказать, я пенсионерка, сижу, никуда не хожу, особо не знаю. Но слышала такое мнение, спасибо нашему губернатору. Вот, например, на площади вот там цветы стояли прямо вдоль дороги, магазинчики эти ларечки. Он переделал их, переставил туда. Да, вот это я слышала, люди разговаривают, спасибо ему сказали. Значит, что-то делается для благоустройства. Ну, иногда его выступления вижу по телевидению. Вот, например, недавно слушала, он дал указание о том, чтобы дефицит каким-то образом ликвидировали, даже на этот пресловутый сахар, который все кругом почему-то хватают. Я думаю, да, лучше стало. Дороги там вроде бы как бы и мост тоже переделывают, чтобы удобнее было для водителей. Вот. Не могу точно прямо сказать, что еще лучше. Вот. Но именно в этом я заметила. Может быть, даже в культуре что-то изменилось. Ну, развязку я знаю, что построили за это. На новый мост. За Волжском районе. Дорожное где-то оснащение где-то получше стало. Подъемники для колясок. Начало есть. В парке маленько изменилась инфраструктура около дома. Ждем детскую площадку. В районе Тутейной, например, там нормально можно ездить. Там и ровные дороги стали более-менее. Вот. Где еще? В районе Олимпийского тоже точно так же. Вот. Ну, хотелось бы, конечно, чтобы Минаевский мост как можно быстрее у нас вошел в эксплуатацию. В лучшую сторону все идет, по крайней мере, надеемся, что будет еще более лучше. Ну, видно, что хотя бы наши организации, наши службы начали работать. Не так, как это было при прошлом губернаторе. Дороги. Так же вот сделали развязку, которую с нового моста очень нам понравилось. Мы по ней проезжали. Очень она, ну, как сказать, эффективная, наверное. Ничего особо не меняется. Кроме, как очень резко у вас, ребята, скакнула оплата за капитальный ремонт. Со ссылкой, что раньше, мол, недоплачивали, а теперь, значит, на 40% больше. Возможно, на 40% повышать. Это же издевательство. Ничего не поменялось. В принципе, никаких ощущений. А мы сами-то из Димитровграда, даже не с Ульяна. Там ничего не поменялось. Там стало хуже. Там стало хуже в плане дорог. Особенно в Димитровграде, где под проспекту Ленина. Там просто потерять колеса можно. Ну, больше чего-то, наверное... Такого досугового, вот, например, для нас, для молодежи. А так, ну, он развивается у Ленинского. Много чего здесь есть. Особенно для нас, как не для местных. Потому что мы из поселка. Много спортивных секций открылись. Это очень полезно для нашего города, чтобы спорт развивался. Есть изменения, да. И то, что с Китаем начали прямые поезда сейчас. Идти до Ульяновска. Это тоже, мне кажется, плюс для предпринимателей. Ну, так, пока, наверное, еще очень мало прошло времени, чтобы говорить о том, что очень сильно изменилась инфраструктура в городе. И сильных изменений, ну, не бросается так с глаза. Разрешение, да. Очень удобно. Вот на ту сторону ехали в Чебоксаро. Вообще великолепно. Доезжаем за 20-30 минут. Ни пробок, ничего. Чтобы... Продолжение следует...